Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров отвечал на вопросы журналистов и читателей Комсомольской правды. Всех интересуют глобальные темы. Война и мир и почти по Шекспиру. Быть или не быть российской дружбе с Западом. Что ответил Сергей Лавров? Почему Турция не отделается помидорами? И что станет новой головной болью Украины? Обо всем подробно в репортаже Ивана Прозорова. Война и мир. Тема номер один. Читателей и радиослушателей волнует ситуация на российских границах. Расширение НАТО, развертывание американской системы ПРО, а еще санкции, демонизация нашей страны в зарубежных СМИ. У главы МИДа спросили, неужели Россия обречена на вечное соперничество с Западом во главе с США? И может ли скатиться к открытому конфликту? Я убежден, что ответственные политики этого не допустят и с западной стороны. Надо дружить со всеми, надо налаживать хорошие отношения. Это наш принцип. Но продвигая эту линию, надо помнить очень хорошо, что у нас все-таки главные союзники, это армии, флоты, а теперь еще воздушно-космические силы. Вмешательство наших воздушно-космических сил переломило ситуацию в Сирии, напомнил министр. А вот коалиция во главе с США сейчас практически бездействует, рассказал Сергей Лавров. В недавнем телефонном разговоре он в очередной раз спросил у Джона Керри, почему они не бомбят террористов. Он сказал, что террористы перемешаны с хорошей оппозицией, поэтому, когда бьешь по террористам, задеваешь по хорошей оппозиции, этого делать нельзя. Но я напомнил ему, что они в конце февраля нам клятвенно обещали, что те отряды, которые они считают патриотическими, лояльными, которые с ними сотрудничают, будут убраны с позиций, занимаемых Джабхат Ан-Нусрой. И вот этот вот цирк продолжает уже давно. Я честно сказал своему коллеге, что нам кажется, что вы нас просто дурите или за нас водите. Больше Россия тянуть не намерена. В конце недели заканчивается отсрочка для противников перемирия. Те, кто к нему не присоединится, станут законной целью для авиаударов. Сейчас через турецкую границу в Сирию продолжают стекаться боевики и техника. В обратную сторону идет контрабанда нефти. При этом турецкие дипломаты, рассказал Сергей Лавров, после атаки российского Су-24 в Сирии пытаются найти подход к Москве. Но в кулуарах они на официальном уровне. Помидорами они, конечно, не отделались. Они очень сильно страдают. И поэтому они пытаются по разным закрытым каким-то каналам к нам подползать. Мы сказали, что Турция обязана принести извинения и компенсировать те потери, которые были нанесены в результате этой преступной акции, в результате этого военного преступления. Ответственность за свои поступки на Ближнем Востоке должны ощутить и американские коллеги, считает глава российского МИДа. США нельзя повторять ошибки Ливии, Ирака, Афганистана. Вы войска уже водили в Афганистан для борьбы с терроризмом и в Ирак для борьбы с тем же терроризмом. Потом вы оттуда благополучно ушли, оставив и тех, и других, как у Жванецкого. Он вошел в ее положение и оставил ее в ее положение. Только в гораздо более плохом положении были оставлены Ирак и Афганистан на грани развала. В каком положении сейчас Украина и Донбасс и благодаря кому? На эту тему каждый пятый вопрос. Минский процесс буксует больше года. Украина выдвигает все новые требования, не прописанные в резолюциях. Например, присутствие международной вооруженной миссии в Донбассе. Сам Киев при этом до сих пор не выполнил обязательства по амнистии участников боевых действий, особому статусу региона, местным выбором. Почему бы Россия не выступит с заявлением, что если Украина продолжит саботаж Минских договоренностей, то Россия будет вынуждена официально признать ДНР и ЛНР? Я убежден, что это будет контрпродуктивно. Это как минимум даст повод тому же Западу отойти от нынешней, даже вот очень такой нежной позиции давления на Киев. Давление оказывается. На публику они стараются этого не говорить, но когда они общаются с украинцами без свидетелей, и мы знаем об этом достоверно, они достаточно жестко требуют. Спросили министра и про надежду Савченко. Есть опасения, что теперь она будет устраивать провокации против России. Кто нам не делает гадость сейчас на Украине? Там не осталось практически политиков, которые могут с нами нормально разговаривать. И я считаю, что это пускай будет головная боль Украины. Это правда. Девушка специфическая, кстати, достаточно упитанная, поэтому все эти вот истерики про ее голодовку, я думаю, теперь все уже понимают, чего они стоят. Следующий вопрос о санкциях. Нынешние ограничения Лавров назвал окном возможностей, которые нужно максимально распахнуть для развития России. На фоне непростых дискуссий в Евросоюзе о продлине санкций, министр иностранных дел Германии Франк Вальтерштайнмайер признал, в отношениях ЕС и Москвы еще много сложностей, но дальнейшее давление может негативно отразиться на безопасности самой Европы, и мировые проблемы без участия России не решить. Безопасность Европы давно находится под угрозой, не только из-за конфликтов в Европе. Ирак, Ливия, Сирия, длинный список. Не существует единственной мировой державы, которая положит конец этим конфликтам. Поэтому нам нужны новые расстановки союза региональных и глобальных игроков. Если посмотреть на структуру и участников конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке внимательней, то можно прийти к заключению, что без России мы далеко не продвинемся. В заключение встречи в российском МИДе вопросы личного характера. Сегодня Международный день борьбы с курением. Сергей Лавров известен тем, что отстоял право курить в здании ООН в Нью-Йорке. Журналисты спросили, курит ли он в министерстве на Смоленской площади. Не могу нарушать законы Российской Федерации, но считаю, что эти законы немножко пошли дальше избыточно по сравнению с тем, что делают в Европе и в других сопоставимых с нами по уровню развития страны. Есть масса способов предаваться этой, конечно же, вредной привычке без создания каких-либо проблем для окружающих некурящих. На последок журналисты поинтересовались, если бы была возможность один день побыть министром иностранных дел любой страны и любой эпохи, куда бы отправился Сергей Лавров. Глава МИДа признался, есть пара стран, где он постарался бы предотвратить нынешний мировой бардак. Какие именно это государство? От ответа Сергей Лавров дипломатично ушел. Иван Прозоров, Христина Иванова, Антонина Кукушкина, Дмитрий Запарин. Первый канал.